Как член редакционной коллегии представляю обзор первого номера журнала «Правые вопросы в здравоохранении» за 2022 год. Это мой 78-й обзор, начиная с 2015 года. Раздел «Внедрение новых требований». Редакционный материал о новых требованиях 2022 года, вызывающих необходимость перестройки медицинских организаций, внедрение клинических рекомендаций, аккредитация по новым правилам. Коррекция порядка оказания платных медицинских услуг. Комментарии экспертов к материалу. Елена Хмельевская обращает внимание на то, что отклонение от алгоритмов клинических рекомендаций может вызвать претензии роздравнадзора. Людмила Мельникова рассказывает о типичных ошибках в документах, поступающих от аккредитуемых. А Елена Хмельевская указывает на то, что отсутствуют критерии, по которым может быть несогласован отчет аккредитуемого руководителем клиники. Представлены образцы документов в клиниках по новым требованиям. Татьяна Джабарова рекомендует необходимые действия по новому порядку оказания онкологической помощи. Они изложены в виде инструкции. Выполнение инструкции позволит избежать санкций от проверяющих, а также жалоб от пациентов. Наталья Федосова поделилась опытом, как избежать срывок оказания медицинской помощи онкопациентам. Для этого надо решить три проблемы. О них в экспертном комментарии. Раздел проверки и санкции. Мария Батырова рассказала о тех типичных ошибках, которые выявили инспекторы Роспотребнадзора при проверках в клиниках санэпид-режима по новым правилам. Одна из них – «Отсутствует план мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний». Приложение «Чек-листы к новым требованиям». Даже чек-лист по проверке работы пищеблока. Используйте. Раздел «Отношения с пациентами». Мария Федосеева предлагает решения, позволяющие предотвратить судебное разбирательство с пациентами. Она рекомендует не бояться приглашать на заседание врачебной комиссии недовольного пациента или его родственника. Не лишним станет и присутствие юриста в клинике. Елена Хмелевская считает, что надо брать согласие пациента на разглашение его врачебной тайны, если он пришел на заседание врачебной комиссии с представителем, но без доверенности. Раздел «Трудовые споры и управление персоналом». Татьяна Гроздова разработала алгоритм для сотрудников клиник по работе с направлениями на госпитализацию. Его соблюдение позволит избежать санкций стороны страховых компаний. Опубликован чек-лист о том, как заполнить правильно такое направление. Далее Людмила Мельникова отвечает на вопрос «Как зачтут медработнику часы за освоение программ обучения с одинаковыми или близкими учебными планами?» Раздел «Работа с документами». Никита Кучин и Евгения Берсеньева поделились своим видием того, как подготовить отчет по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности за полугодие. В отчете должно быть три раздела. Об их содержании в публикации, в том числе с образцами заполнения, надо использовать. Еще одна статья Татьяны Гроздовой о том, как получить дополнительные средства за оказанную медицинскую помощь сверх установленных объемов. Прежде всего, для этого нужно обосновать правильно заявку. Как? Узнаете из публикации. Эта статья завершает номер. Первый номер журнала «Правые вопросы здравоохранения» за 2022 год. Ситуация, действия, последствия. «Правые вопросы здравоохранения» за 2022 год.